Народная артистка СССР Вспоминаю, как в июле 1941 года, жила я тогда в Ленинграде, в день моего рождения, мы поехали со свекровью по делам Загора. Вышли из вагона, идем по улице. Вдруг подходит ко мне статный бородатый старичок. Он очень мягко меня остановил, заглянул в глаза и говорил, имя мое Николай, ты будешь есть по чуть-чуть, но выживешь. А мы ведь тогда еще голодную блокаду и представить не могли. И еще он сказал, выучи молитвы, отче наш, и, матерь Божия, помоги мне. Сказав это, старичок отошел от нас и скрылся за забором, а свекровь моя, опомнившись, говорит, это же Николай Чудотворец, догони его. Я бросилась за забор, а там огромный пустырь, и никого нет. Человек не мог здесь никуда исчезнуть так быстро. Мы тут же пошли в церковь, и там, взглянув на икону Николая Чудотворца, я сразу же узнала того старичка. В годы Ленинградской блокады голод скосил всех моих близких, в том числе и свекровь, а я выжила. И это было чудо. Молитвы, заповеданные святителем, читала каждое утро. Любовь заколдывала. Субтитры создавал DimaTorzok